Так ты обещаешь, что если я выиграю в прятках, ты расскажешь сестренке март всю подноготную. И что? А, нашел! И это прятки в угол встать. В одном углу рекомендованные синеволосы с симпатягой, неуловимые сокрушительная сила, наш новичок Холодный Дракон. Менты, быстрее, поможем ему! Эй, смотри, это Сампо! Ладно, принцесса, обойдемся без любезностей. А это шо, матрица? Ага, насчет нескольких раундов со мной. Вечерочек, ты на канале Гантэг Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем в очередной раз играть в Фонкай, и будем читать книги, а потом все остальное. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Бусте. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Бусте. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Дискорд для общения и обсуждений Хонкайста Рейл, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Итак, у нас руководство по флориографии прилагается к буклету. Народные знания о языке цветов. Белобога в одном руководстве. Блин, да мы же... А, это не то. Флайер Дикого Огня. Флайер написан от руки и выполнен грубо, но искренне. Давай. Потрепанный рукописный флайер. Кто-то сильно давил на ручку и поэтому бумага порвана в некоторых местах, но текст все еще можно прочесть. Всем жителям Камнеграда, если вы читаете эту листовку, знайте, наш дом уже подвергается пагубному влиянию фрагментума. В прошлом на передовой фрагментума стояли сереброгривые стражи, отбиваясь от монстров, пришедших извне. Однако после приказа о переводе солдаты взяли оружие и отправились на дальнее поле боя. После этого они так и не вернулись. Мы все стали свидетелями трагедии, развернувшейся в заклепкограде без защиты среброгривых стражей. Одни жители бежали в Камнеград в поисках новой жизни, другие укрылись в шахтах и стояли бродягами. Неизбежна ли эта трагедия? Конечно нет. Потайте кирки и взрывчатки для горной породы. Мы точно знаем, что фрагменту продолжат расширяться, а монстры атаковать, поэтому не стоит мечтать о возвращении среброгривых стражей. Мы сами должны себя защитить. Это основа нашей веры, веры Дикого Огня. Дикий Огонь не просто вербует воинов. Нам нужно больше людей, чтобы вместе поддерживать порядок в городе, который с каждым днем разрушается все больше. Нам нужно больше рук для оказания медицинской помощи. Кроме того, нам нужно всем вместе обсудить будущее подземья. Мы с нетерпением ждем вас. Присоединяйтесь к нам. О том, как вступить в наши ряды, можно узнать у любого представителя Дикого Огня с встречного в подземье. Место сбора. Город Камнеград. За местом собрания. Пройдите немного прямо после поворота направо у винной бочки на крыше. Так, я думаю, что мы еще... Ярилову к весне и войне. Традиционный миф северного региона Неката. Интерпретация и анализ мифа фольклористами. Нет, давай, короче, вот эти короткие, видимо. Книги прям длинные. Давай, значит, пока раз начали с коротких, будем читать короткие. Послание новому ремонтнику. Переписка теплотехников в Беловога по поводу техники безопасности во время ремонта отопительного трубопровода перед фестивалем. Хотя это, наверное, обман. Тут будет много текста. К этому моменту ты уже должен был получить правила техники безопасности при обслуживании систем отопления. Внимательно ознакомься с указанным документом. Сегодня мне надо вернуться пораньше. Причина тебе известна. Моей жене скоро рожать, и я хочу попросить о двухнедельном отпуске. Поэтому меня не будет во время капитального ремонта перед солнечным фестивалем. Но не волнуйся, мастер Белл проведет тебя по всем пунктам. Помни о том, чему я учил тебя. И проблем не возникнет. Я знаю, что ты все быстро схватываешь. Тем не менее, трубопровод – самый важный объект в связанности отопления Беловога. Я оставил пометки, чтобы ты ничего не забыл. Когда будешь их читать, сваверяйся с правилами техники безопасности. Если возникнут вопросы, ты всегда можешь обратиться к мастеру Беллу. На первом и втором пункте не буду заострять внимание. Много внимания. Экзамен на допуск и защитное снаряжение – это основы основ. Третьим пунктом следует проверять освещение в зоне обслуживания систем отопления. Также необходимо тщательно осмотреть аварийное освещение. Из-за того, что в системах центрального отопления было темно. Отсутствие освещения – частая причина несчастных случаев. Четвертое. Замена защитного покрытия трубопроводов. В правилах техники безопасности пропущен этот пункт, но ты запомни. Следует всегда надевать теплоизоляционные перчатки. В трубах горячий пар, а теплоизоляции нет. Можно получить ожог при касании. О пропорции при смешивании защитного покрытия я рассказывал, но надо быть внимательным. Внимательным. Не страшно, если ты добавишь лишнее количество состава для покрытия, но не добавляй слишком много воды. Температура труб очень высокая. Если переборщить с водой, то все помещение заполнится паром во время нанесения. Если что-то пройдет не так, это может стать смертельно опасным. Относительно нанесения покрытия запомним. Наноси тонкий и равномерный слой, не возюкай туда-сюда. Почти как на этой термопастой. Восьмое. По сути. А где пятое, шестое, седьмое? Приоритетом капитального ремонта является ротор паровой турбины. Проведя примерно половину технического обслуживания, тебе стоит проверить электроизоляционные свойства спецовки и целостность защитных очков. Кроме того, не забудь отключить котел и остановить генератор на время ремонта. Это очень хрупкое оборудование. Если сломается, быстро не заменишь. Не заменишь. Осторожность лишней не будет. Сигнализация в пункте 10... Сигнализация в пункте 10... Что, блядь? Сигнализация в пункте 10 сейчас поновее. Не та, что указано в правилах, ее следует использовать так, как я объяснял. Вот и все. Завершив ремонт, ты станешь полноценным рабочим. Приходи ко мне в гости во время солнечного фестиваля. Я огущу тебя своим фирменным солнцеблинами. Они вкуснее, чем покупные. И еще придут розыники моей жены. Так что приоденься. На этом все. На этом все. И мы тогда начинаем игру. Смотри, смотри. Там друзья. Там есть друзья. Запросы. Гелиус. О, новенький. Нифига себе. Круто. Вот, принял. Хилрей. Ну, не могу. Не могу. Ты еще ничего не почистил, ничего не подготовил. Как так вообще получается? Смотрим. Так, тут что-то. Рассылка. Рассылка, награда. Описание версии. Я не вижу смысла вообще-то читать. Активация промокодов. Давно не заходил. Или как много всего? Получить. О, 560 нефрит. Это за что такие вообще вложения? Это за что такие подарочки? Нифига себе. Так, обучение. Быстрей, быстрей. Автоматическое использование. Предмет будет расходиться в автоматическом переценарии сражениям. Функция будет активна. Пока расходный предмет не закончится. Ага, я понял. Смотри, что будет в этой серии? В этой серии у нас сюжета, я думаю, вообще не будет. Мы отправим, мы будем проходить испытания. А там много испытаний. Потому что, оказывается, я не прошел испытания. Других, короче, ребят. А за них тоже дают всякие плюшки. И ты их как раз всех послушаешь. Глянь, это что? Я не отвечал несколько дней. Мне все подряд написали. И поэтому мы будем проходить испытания. А потом пойдем в виртуальную вселенную, которую тоже нужно пройти. Чтобы я ее мог проходить там без записи. Например, если она должна повторяться, каждый день будет обновляться. Как в чашелисты и прочее. Так, Март 7. Похоже на меня. Гантэ, у меня новый стикер. Похоже на меня. Это ты. Вообще не похоже. Но это ты. Думаю, этот больше напоминает тебя. Какой? Ну нет, вот такая она вроде обычно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так я милашка. О, за это еще дают что-то. Я их не совсем... Так, насчет базы обращайся ко мне. Базы данных. Я нашел старую переписку в базе данных экспресса. И одна из категорий шутки за 300. Я их не совсем понимаю. Но что-то мне подсказывает, что ты, Гантэ, разберешься. Ха-ха-ха. Спасибо. Ты правда так думаешь? Я не понимаю. Ты правда так думаешь? И вот такого ты мнения о моем чувстве юмора, да? Да. Вот, например. Ну давай, заряжай. Дежурим с Химеку. Она разговаривает во сне. Пом-пом. Еще одна запись часом позже. Дежурим с Пом-пом. Она разговаривает во сне уже почти целый час. Химеку. Гантэ, что скажешь? Это какой-то ужас. Ну это не шутки за 300. Это хуйня. Это какой-то ужас. Да, я не понимаю. Но кажется, придется ввести новую категорию. Здесь записи заканчиваются. Я спросил Химеку и Пом-пом. Они обе заявили, что не помнят ничего такого. Кто говорит во сне? Кажется, чтобы подтвердить эту информацию, придется обратиться к другим материалам в базе данных. База данных настоящая находка. Просто за... Вы ни за что дать... Да так, аста. Гантэ, ты не знаешь, где Пеппи? Прости, я не знаю. Думаю, все там же. Кто такая Пеппи? Я уже не... Прости, я не знаю. Я не знаю. У меня было много дел, я не знаю. А что такое? Почему вы мне так все написываете резко? Я жду результаты осмотра Пеппи от отдела медицины. Он хромает на переднюю лапку, но, видимо, хран нет. Пеппи-то собака? Я проверила записи с камерой, но так и не поняла, как он ее повредил. Может, он притворяется? Как Орлан? А, как Орлан? Или как Орлан? Какая тут должна быть интонация? Давай спросим, как Орлан? Как дела у нашего друга? А, может, Пеппи поранился, как Орлан? Нет, у Пеппи нет ран. Я получил результаты осмотра Пеппи. В них указано, что у него идеальное здоровье. Он не болен. Почему ты со мной это обсуждаешь вообще? И переломов никаких нет. С чего бы Пеппи притворяться хромым? Зачем? Не понимаю. Он хочет больше играть с тобой. Возможно, он подражает Орлану. А как он хочет больше играть с ней и притворяется хромым? Что за бред? Давай будет подражать Орлану. Возможно, он подсознательно копирует Орлана. Орлан повредил руку во время вторжения Легиона. Пеппи постоянно был с ним. Ну, все, мы решили. Ты прав. Он может имитировать поведение окружающих. Ну? Алло. К счастью, Пеппи в порядке. Он такой умный. Что тут сказать? Господи, дай мне мои пять этих кристалликов и до свидания. Вот. Джозаннифрит. Питомц похож на своих владельцев. Знаешь, что такое мышление миллионера? Хочешь узнать об этом? Что за мышление миллионера? Не знаю и не хочу знать. Что за мышление миллионера? Давай спросим. Зачем ты меня это спрашиваешь? Шаста. Прекрасный ответ. Можно скриншот сделаю? Своё имя закрашу. Проблем не будет. А как отметить отправку сообщения? Да ты не переживай, тут ничего серьёзного. К сожалению, меня снова пригласили провести семинар в прямом эфире. Тема на этот раз. Выступление на высшем уровне. Мышление миллионера изменит ваши финансовые взгляды и лучшит представление о богатстве. Мне нужно убедить их, что эта тема очень скучная. Кто это вообще смотреть будет? Лучше мы с Пеппи побегаем за фризби. Лучше посмотрю, как робот еду развозит. Давай лучше за фризби, хоть интересней будет. Ха-ха-ха, точно. Можно ещё один скриншот сделаю? Ну типа, окей. Ещё пять нефрита дали. Я участвую в специальном аукционе Космо Премиум. Нажмите на кнопку, чтобы помочь мне получить скидку в размере 50% на обработку заказа и выиграть другие неожиданные скидки. Ссылка на событие, которое не нажимается. Я добавила интересный предмет в корзину Космо Премиум. Помоги мне заплатить за него. Тебя взломали? Не могу открыть ссылку, сообщение отклонено. Давай вот так. Ты точно Аста? Такое ощущение, что тебя взломали. Я Аста, постой. Прости, я случайно не туда нажала. Я отправила спам. Всё в порядке, страница деактивирована. Не волнуйся, мне интересно, ты пользуешься скидками? Мне интересно, ты пользуешься скидками? Ты вообще знаешь, что это такое? А с чего бы мне ими не пользоваться? Гантэ, ты всегда такие странные вопросы задаёшь. И что же произошло? Я добавляла товары и не заметила, как корзина заполнилась, потому поспешила всё оплатить. Я случайно нажала не туда и отправила тебе ссылку. Вот бы мне такие проблемы. Вот бы и мне проблемы с заполненной корзиной. И плачет. Я покупаю вещи для космической станции. Окей. Орланд, да что же так много вы пишете? Ёб твою мать, и мы играть так не начнём. Так. Контакт. Пеппи на случай экстренных ситуаций. Гантэ, как ты думаешь, какой цвет мне больше подходит? Синий или серый? Пожалуйста, выбери по первому впечатлению. Блин, да синий. Синий, как твоя форма? Точно. А или серый, как его волоса? Хе-хе, так и знал, что он мне подходит. Кажется, у нас с тобой похожие вкусы. Я собираюсь купить новую тренировочную обувь, поэтому спрашиваю мнение друга. Я сфоткаю тебя, когда она придёт. Верни ему смартфон. Аста, хватит прикалываться. Давай, верни ему смартфон. Они там с Астой вообще ху-ню какую-то занимаются на герте. Ну вот я попалась. Я не похожа на Орлана. Он несколько раз отредактировал сообщение для тебя, но так и не отправил. Прости, госпожа Аста, взяла мой смартфон. Прошу прощения за беспокойство, больше это не повторится. Поговорим позже. Госпожа Аста ищет ключ шифрования для оплаты. Нельзя, чтобы она его нашла. Ай-ай-ай, что-то кричит Орлан. А. Ай. Ай-я. Брат, ты меня пугаешь. Брат, скажи что-нибудь. А-а-а-а. Брат, ты меня пугаешь. А-а-а. Извини. Пеппи сел на смартфон. Так я говорю с... Пеппи знает, как разблокировать смартфон? Не знаю как, но кажется, Пеппи знает. Пеппи, наверное, скоро сможет и печатать. Так, кто мне сейчас пишет? На этом все. Базовое обучение сердечно-легочной функции для новых сотрудников отдела безопасности. 13. Подготовить питательные таблетки и ароматные консервы для Пеппи. Напомнить госпожа Асте подготовить к завтрашнему собранию. Не пить слишком много кофе. Понятно, займусь этим. Понятно, займись этим. Ошибся номером? Да, что за херня, ребят? Алло. Вы зачем мне засираете телефон? Прости, я случайно отправил тебе свои заметки. Притворись, что ничего не видел. Пиши в записную книжку. Сообщения дорогие. Можешь и дальше отправлять. Не надо, да вот нахуй мне не надо. Пиши в записную книжку. Может, будешь пользоваться записной книжкой? Не так удобно, как смартфон, зато точно никому не отправишь. Спасибо за предложение, я подумаю. Нужно заняться работой, поговорим об этом позже. Пока. Давай, до свидания. Да господи ты, Герта. Дай мне номер. Хочешь мне денег прислать? Один. Что значит один? Что, хочешь мне денег прислать? Не могу найти куклу. Определяю сигнал. А, вот опять потеряла. Кажется, у тебя не получается. Где-то ее потеряла. Кукла упала со станции? Где-то ее потеряла. Попросим помощи в поисках. Я потеряла соединение с ней. Не понимаешь? Теперь соединение появилось. Массовая рассылка. Пожалуйста, не отвечайте. Сообщи мне актуальное число диковин. Что происходит? Сказала же не отвечать. Здесь мне кое-что нужно. Ответь, когда прочитаешь. Я тут. Что? Что-то про виртуальную вселенную или космическую станцию? Автоматический ответ. Здравствуйте. В настоящее время я недоступна. Не собираюсь связываться с вами позже. Не переживай. Уже разобрались. Автоматический ответ. Здравствуйте. В настоящее время я недоступна и не собираюсь связываться с вами позже. Форма отчета о диковинах. Вот здесь. Быстрее. Это нажимается? Нет. Предупредение о безопасности системы Panopticum. Система обнаружила необычную активность пользователя при входе в систему. Защищайте свою личную информацию и не переводите деньги. Ты правда, Герта? Ссылка заблокирована. А, тут еще есть. Предупредение о безопасности системы Panopticum. Система заблокировала ссылку. Пожалуйста, будьте бдительны и подтвердите истинную личность пользователя, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Ссылка заблокирована. Не могу открыть. Ты зашла в аккаунт из необычного места? Секунду. Система безопасности всегда активируется в ненужный момент. Забудь. Это просто личная информация. Попрошу химикат заполнить за тебя. Верни. Не отправляй другим. Ну, давай, верни. Личную информацию нельзя передавать другим. Верни. Чего паникуешь? У меня она ни к чему. Матоматический ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас еще время я недоступна. Я не собираюсь связаться со своим фуршем. Ой, бля. Так, что это? Ответь на 10 сообщений от персонажей. Хорошо. Вообще, не знаю, для чего это нужно было. Да, с такими успехами точно, точно никаких... Этих... Как их? Ёпта мать. Никаких сюжетов. Чашель-лист. Так, у нас вот этот. Так, дальше у нас... Слушай, дальше последний, кто оставил свой ник. Это что такое? Нифига, крутой какой. Доракора. Следующий, кто у нас пойдет. И он последний, кто оставил свой ник в обсуждении в ВКонтакте в моей группе. Это Энтома. Поэтому смотрим, кто нам нужен. Хотя, в целом, плевать. Плевать, кто нам нужен. Смотрим на персонажа, которого мы еще не видели. Я вот так решил. Так, где? Где? Вот Энтома. Это Блэйд. Потом Энтома. Ахерон. Окей. И еще один должен быть. Еще один. Нет, два. Нет, они не прогружаются. Так. Да, ребят, гляньте, вас как много. А в поддержку не все идут. А еще все? В поддержку не все идут, потому что надо оставлять. В обсуждении оставлять свой ник. И тогда, тогда вы окажетесь тоже. Моей поддержки. Ну, блин, Энтома два почему-то. Не могу найти третьего. Может, я плохо смотрю. Ну, пусть будет, пусть будет Блэйд. Я не знаю, что это. Возьмем. Посмотрим. А после этого у нас пойдет испытание. Целая куча, куча испытаний. А потом мы только пойдем в виртуальную вселенную. Бля, он всех гасит один. Он просто всех гасит один. Все за дела. Это что за жесть? А мне можно такого персонажа? Просто в никуда. Просто в ноль. Он жизни свои тратит. Почему? Почему он жизни свои тратит? Я видел, он тратил свои жизни. Ничего не понял, но это было очень круто. Энтома, спасибо тебе большое. И еще раз повторю. Если ты хочешь попасть также ко мне в видео, ссылка на группу ВК есть в описании к видео. В нее переходишь, там находишь обсуждение. И там оставляешь свой ник и попадаешь ко мне в видео. Все очень просто. Итак, что у нас там осталось? Часть безымянных. Окей. Это вот это. Пройти чашелист. Все сделали. Это мы взяли. Как-то слабо идут уровни. Слабо идут уровни. Так, вот это получили. Все забрали. Супер, отлично. Дальше. Когда уже пройдем освоение? Мне нужно освоение, но нам еще нужно много всего делать. Так, смотри. Презентация талантов. Вот этих двух мы смотрели, поэтому они пройдены. Я что предлагаю? Начнем, короче, мы с вот этих ребят. А потом... Это нужно впрыжки. Это нужно идти впрыжки. И там смотреть остальных ребят. А потом мы пойдем в виртуальную вселенную. Вот. Это займет как раз всю серию. Это я точно больше чем уверен. Поэтому... Сюжета сегодня, к сожалению, не будет. Бутхилл вызывает противника на дуэль и после победы получает усиление. Во время дуэли получает сокрушительное умение и дополнительно наносит урон пробития противнику с пробитой уязвимостью. Сверхспособности техника могут добавлять противникам физическую уязвимость. Ибо красавчик, глянь. Он же типа ковбоя. Так, это что? Он себя усилил, да? Как-то. Бам-бам. Ну, стреляй по нему. Нормально же. Нормально. Ага. Так. Мы быстро, я думаю, одолеем, да? Ослабление. Мы его ослабили. И выстрелили сразу. Ага. Так мы сейчас победим так быстро? Поддержка. Это кто? А, это... Это же броня? Да, это броня. Я не вижу... Я не вижу смысла ослаблять. О, смотрим. О-хо-хо-хо. Круто. Тут они даже и кранку сделали. Класс. Так, и сразу жесткие противники, да? Хорошо. Ослабить. Кто следующий? Он и пойдет следующий. Я его ослабил. И выстрелил. То есть он половину снимает у них. Но нам нужно... Так, а ты чья будешь? А если мы поддержим? То есть он ход получает, да? Так. А как выйти отсюда? Вот так? Но она, смотри. Она... Она какая? Она ветер. Тут ветра нет. Значит, от нее толку нет. Она должна поддерживать. Пусть поддерживает его. Он перейдет вперед. Теперь она тоже всех поддерживает. Выглядит красиво. Так, значит, вот этого мы пробиваем. Ослабеваем его. Нет, ему он не снес половину. Ах ты, скотина. О, давай вот так. Много он ему снимет, нет? Почему-то не видно. Ага. Так, снимаем ему. Сейчас вот этот оживет. Падла. Чуть-чуть. Чуть-чуть сняли. Ой. Ой, а ты что такой? Хилый. О, он еще и призывает. Ты что, охерил? Так, значит, этого мы пробиваем. Нормально. А, вот теперь ты их можешь бить. Так, а ты тогда давай. А, ты всех? Я уже забыл. Что ты всех по чуть-чуть. Так. Значится. Ему. Снова. А, это не то, да? А, ему. Снова. Так, этот поднялся. Скотина. Ну. А, долго. Сука, почему так долго? А. Так, надо вперед, вперед провести ее. Вот так. Значит, мы бьем его. Не убила. Сука, я думаю, она его убьет. А, и дальше. А, вот. Дальше я. Отлично. Значит, ты падаешь. Но эти... С этими не получится так сделать. Что? Почему они... А, он умирает, и они умирают. Как это удобно. Но очень долго. Очень долго. Это кто? Фу Сюань. Не знаю, что это. И она, скорее всего, тоже будет на это. Нет, она здесь. Фу Сюань. Часть урона, получается, получаемого всеми членами отреда. Передается в Фу Сюань. Она также понижает получаемый всеми союзниками урон. Повышает критический шанс всех союзников. При низком показателе HP, автоматически восстанавливает свое HP, в зависимости от потерянного процента HP. То есть, то есть, она как танк, да? Весь урон идет тупо на... Весь урон идет тупо на нее. А, съела. Весь урон идет тупо на нее. И она его потом еще восстанавливает. Так, эээ... Защита. Защищай. Какие-то, типа, они сильные, наверное, да? Поддержка. Давай, ты поддерживай. Ганте. Короче, тут бьет только один Ганте всех. А, а ты бьешь их? Неплохо. Неплохо. Так, не теряем время, давай. Всех бей. Ты очень сильный. Защита. А, ну она всем защиту дает. Давай еще. А ты поддержи ее. Они тут просто, видишь, как дохера всего накладывают. Воу. Что происходит? А, она жизнь восстановила. Прикол. Эээ, давай, мы поддержку делаем. Потом мы Ганте делаем удар. Потом ей тоже делаем следом. Все как положено. Давай, бей. Эээ, ты групповая атака? А мы вообще увидим, как она бьет. Да, слушай, должны увидеть. Давай, как ты бьешь? Все, спасибо, мне достаточно. Я, я все, сколько мне нужно, я увидел. Мы сейчас победили. Вот она в целом побыстрее была, чем те. Господи, как же долго, давай. Лупи и пойдем. Так. Дальше. Взяли. Круто. Теперь хук. Я думал, что она у нас была. Но я посмотрел. Прошлые ролики. Ее не было. Наносят дополнительный урон противникам со статусом горения. После использования сверхспособности получают сокрушительное умение. Она у нас была в плане поддержки. Ну, то есть не поддержки, а вот были персонажи, вот которые другие. Ай-яй-яй-яй, не бей. Единственное, она бегает забавно. Вот как сейчас идет бой, и к ней кто-то, привод Наташа, вот так и была у нас хук. Какой-то очередной просто. Так, давай вот так. Бьем. Этого бьем. Так, давай вот так. Снимаем. Это просто уже, знаешь, настолько стандартно. Ну, просто надо же на них посмотреть, что они там из себя представляют. И все в таком духе. Чтоб это было интересно. Поэтому мы их всех и смотрим. Просто тут мы, типа, наконец-то можем получить хук. Так, давай, не будем использовать вот эту. Будем использовать вот эту. Теперь пусть она его бьет. О, он почти помер. А он следующий будет. Давай вот так. А, все, отлично. Думал, что он не захочет уходить. Но он все-таки ушел, и за это ему большое-большое спасибо. Чего, бей. О, супер, класс. Отлично. Так, а теперь смотри, какой был мой план. Мой план был такой. Мой план был такой. Сейчас заберем достижение. И я тебе расскажу о своем плане. Взять бока зорока. Далейте лейтенанта среброгривых стражей, не побеждая среброгривых стражей. Угу. Так. План был такой, что у нас есть прыжки. Очень много вот этих вот кристалликов у нас. Нефрита. Смотри. Вот, вот здесь. У них есть свои испытания. Они скрытые. И глянемся, как много. Мы их не проходили. Это надо пройти. Давай. Химеку. После пробития взаимности проводит по всем противникам бонус-атаку. Техника повышает получаемый противниками огненный урон. Да, конечно. Мы... Они уже были у нас. Но, как испытания... Что такое? А че ты... Вы вообще не хотите со мной, да, связываться? Вообще ни во что не ставите. А, давай быстро, короче, их всех... Быстро их, короче, всех порешаем. Как-то очень... Как-то очень... Как-то очень быстро мы их решаем. Слушай. Почему это все происходит? Почему это происходит? Ну, лупани его просто. Как это? Как это происходит? Я не совсем понял. Ладно. Вельт. Вот Вельт, я не помню, чтобы он был. Задерживает действия всех противников и наклада них статус замедления. Наносит дополнительный урон противникам с статусом замедления. Повышает получаемый всеми противниками урон. Здоровый какой-то. В натуре очень большой. А, да вам вообще плевать. Нет, не плевать, глянь. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё его обижал. Я не знаю, что я сделал. Но я обижал. А, так, давайте. Нет, вот этих будут тяжело бить. А, так я не должен... А, я просрал ход. Ага. Так, бей. Вот у него красиво что-то будет. Вот. Вот. Это считай, что... Можно назвать красиво. Так, ну, значит, тебя не тратим. Потому что его все равно не пробьешь. Только если вот так. Мне так понравилось, как они быстро-быстро вот это все делали. Это было здорово. Это было отлично. Эй, ты все ерунда. Он без руки. Он был без руки? Так, тебя не тратим. Тебя тратим. О, глянь, все пробил. И тебя вот так. Тебя, значит, теперь вот так. Так, потому что это больше урона нанесет. Теперь ты ему тоже давай еще. Потом еще его пробей. И мы закончим, да? Ну, отлично. Есть, взяли. Дальше. Совместные усилия. Так, вот броня. Наконец-то мы посмотрим броню. Позволяет одному союзнику выполнить действие немедленно и повышает его урон. Повышает силу атаки и крит урон всех союзников. Может снять ослабление с одного союзника. В целом мы... И кстати, кстати, я хотел сказать про броню. Мне кажется, что она-то на самом деле... Ой, что это такое? Мне кажется, что она на самом деле хорошая. Типа, окажется дальше, что это у нее мать с припиздоном, а она типа норм. Вот, у меня почему-то такое ощущение есть. Поддержка. Ну, давай тебя вернем. Почему нет? Еще его пробей. Теперь вот эту. А, он брыкается. О, да это все ерунда. Мы тебя сейчас пробьем. Сейчас она снова его вперед пропустит. А, она еще и поддерживает. Окей. Это я немножко забыл. Так, повышается силу. Ага, все, я понял. Все, мы его пробили. Он упал вниз. Мы его сейчас еще проткнем. Как шашлык. Так, давай, отлично. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Сейчас она его еще продвинет. Продвигай. И тоже по чуть-чуть. Ну, все. Просто я стратег вообще высокого уровня. Все, забрали. Так. Гепард. Вот гепард у нас был просто как в помощи. Накладывает щит на всех союзников. Может наложить на всех противника статус заморозка. При первом получении добивающего удара не становится неспособным сражаться. Окей. Побежали. Это ты что делаешь? Щит. Окей. Спасибо, что подписываете. Иначе я ничего не пойму. Да, а можно как химеку всех быстренько-быстренько одолеть и все. Это же было супер-пупер вообще отлично. А, ты ему так снимешь? Он ему и так снимет. Тихо. Тихо. Подожди. Подожди, не бей. Подожди, дай попробую. Дай комбинацию попробую. А, это... Он тоже что-то поддерживает, да? Ага, значит ты его... Это кто, Орлан? Давно тебя не видел. О, бей-бей всех. Он неплохо, он неплохо гасит, кстати. Ой, это было зря. Это было зря, но мы его тоже сейчас закаляем. А что это у него светится там? Вот здесь. Так, пробивай. Жалко, что сильно его не пробили. А. Еще как-то пробили. Ничего себе. Вот жалко, что он ему не пробивает. А то бы он сейчас и не смог бы ходить. Так. А, ты и так пробьешь. Нормально. Так, нормально. Ты его бей сильно. И ты его бей сильно. И... А, это не то. Блин, это поддержка. Ладно. Под конец она бесполезная. Что-что, я не успел прочитать текст. О, сдох. Молодец. Вот удивишься, как тут будет много... А что это? Значок с... Мне нужны щиты. Мне нужны щиты. Клара. Вот. Она у нас была в прошлой серии, если я правильно помню. В прошлой серии у нас была она. Может контр... Контр атаковать атакующего противника. Наносит дополнительный урон атаковавшим персонажа противникам. Может понизить получаемый урон. Хорошо. Она босиком бегает. Ты что, ебнулась что ли? По плитке. Зимой. Босиком. О. У. Что это? Что это? Я успел? Я успел. Дядька появился и все порешал. Так, давайте максимально быстро. Лягок у нас много. А нас трое. Ну давай ее. Защищай ее. Тихо, тихо. Подожди. Подожди. А, он сразу контратакует. И все на нее. Смотри, все на нее. И она тоже поддерживает, если я правильно помню. Ну тут чисто все на контратаках вот этих идет. На усилениях. Леону защищает. Круто. Круто я сейчас увидел. Вот он защищает ее. Класс. Ага, давай еще. Ну, окей. Окей. Так, посмотришь. Просто там ей даже не дали ударить. Когда вот помогали мне с ней. Вот это я помню тоже. Этот аватар. Просто просто что-то, когда в чешелисте она у нас была. Она. Сейчас скажу. Если персонаж не получает урон, его критический шанс и критический урон периодически повышаются. После использования навыка персонаж имеет шанс провести бонус-стаку после любой своей атаки. Просто ей не дали особо ударить. Поэтому. Повышение урона. Окей. Поэтому она и не показала себя во всей красе. А тут прям забавно. Она ее защищает. Такой закрывает. Но этого я помню. Давай. Его поддерживай. Опять только поддержка. Так, давай вот так. Потом мы его, наверное, защитим. Потому что он будет бить его. Потому что мы уже его испытываем, да? А, нет. Вот это, конечно, обманочка получилась. Обманул меня. Ага. Пробили. Супер. Бей. Ну, поддержи теперь ее. Поддержи теперь себя. Нет, опять ее. Ты стреляй. Мы же почти закончили. Это очень хорошо. Так. Защита. Защита. Давай ее. Себя в последнюю очередь. Надо защищать. Так, давай. Давай. О, все, все, все понятно, все понятно. Но зато посмотрели много персонажей. Понимаешь, это очень удобно. Это очень классно. Поддержи себя. Лишним не будет. Ага. И давай, давай, давай. Бей, бей, бей. Не тормози. Ну, отлично же. Так, у Март почему-то ничего нет. Ага. О, отлично. 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 Я никогда не замечал, что... Подожди, у нее есть... Я это сказал. А что я хотел сказать? Ладно, хрен с ним. Она меня своим хвостом сбила. А, они не сказали? Они не сказали. Что? Она воскрешает мертвых. Это же нифига себе. Вообще, какая новость? Давай вон того, подальше. Так, а ты кого? А ты вот этого. Пробивай. Отлично. Ну, мы... И смотри, короче, я понял, что мы не успеем пройти в виртуальную вселенную. Очень жаль, очень жаль. Я решил начать, видимо, с вот этого. Но... Так, а ну кого? Ну, ну, давай вот этого. Я думал, что успеем. В итоге, почаще, что мы не успеваем уложиться в назначенное время. Нужно будет немножко пересмотреть данную ситуацию. И, наверное, все-таки сюжет будет. Наверное, все-таки сюжет будет, потому что без него... Дань Хэн чуть не сдох. Блядь, я на... Блядь, не на того потратил. Не на того потратил. Какой кошмар. Плохо. Очень плохо. Ну, что поделать? Так, чуть-чуть этого задели. Давай ты его ударишь. Ага. Чтоб он нам не мешался. Ты используй вот это. Давай-давай, мы его сейчас добьем. Мы его сейчас добьем, нормально. Ага, класс. Вот, значит, виртуальная вселенная мы в следующий раз пойдем. Что поделать? Просто уже не будет так много испытаний. Потому что мы всех-всех-всех-всех прошли. Кто только у нас был. Ну, бутхилл... Я... Я бы его не стал брать. Валя, как раз... Какое красивое число. Я бы его не стал брать. Ее тоже. Они мне не понравились. Если нужно их выбивать... Ну, ты можешь написать. Но... Я так понял, что это все по желанию по большей части идет. То есть, я в них особо смысла сейчас не вижу. Вот Блейда. Из поддержки. Мне прям понравился. 4,5 пиро. Это активируйте талант Герты после атаки союзника. И заставьте ее вращаться 5 раз. Не знаю, как это получилось. Это, видимо, когда Химеку там... Всякую херню творила. Так все и получилось. Значит... А, давай посмотрим тогда вот... Ежедневную миссию. Которая почему-то так и остается... А, нет, это другое. Нет, это оно и есть. Перейти. Телепортируйся ближе, давай. Почему нет? Господи. Гант, я уже вернулся на станцию? Я хочу кое о чем поговорить с тобой. Если не сложно, можешь зайти ко мне. У меня плохое предчувствие. Понятно, возвращаюсь на экспресс. Эй, ну хватит издеваться. Мне правда нужно срочно кое о чем поговорить. Буду ждать тебя в обычном месте. Пожалуйста, поторопись. Приятная... Принятая миссия. Приятная. Неожиданный поворот. А почему она другого формата? Миссия компаньона. Ежедневная миссия. Миссия приключения. Но у меня миссия освоения. Мне по-другому, блядь, нельзя. У меня ничего не доступно. Мне нужен 21 уровень освоения. Как ни крути. Вэньшицы. Мы снова встретились. Ты сюда отдыхать. Присаживайся. Отстань. Мне нужно потратить бабки. Я у тебя много чего купил. Сколько у меня вообще денег-то? Сто. Не так много, как я думал. Алло. Ковбойские шляпы здесь есть. Охренеть. Рецепт топологического полосовскорения. Простое уравнение. При вводе машины для снится. Откроет новый рецепт. Давай хер с ним. О. Супер. Забираю. Они же не исчезнут, я надеюсь. Они же будут. А, они были недоступны. Вроде нужно было прокачаться. Вот. Окей. Так. Пойдем. Какая громкая музыка. А ты что работаешь? Я не понял. Кулинарный гений. Здравствуйте. Робот для заказа еды. Кулинарный гений номер 123. К вашим услугам. Идет сканирование идентификационной информации пользователя. Пожалуйста, не перемещайте свой бейдж или лицо. Сканирование завершено. Доступный набор питания. Бизнес-ланч космической станции. Текущий номер в очереди 0. Еда отправляется. Пожалуйста, подождите. Идет отправка. Идет отправка. Отправка завершена. Бизнес-ланч космической станции доставлен. Приятного аппетита. О. Неплохо. И сколько ты мне так можешь давать? Здравствуйте. Ваша еда уже была доставлена. Пожалуйста, не пытайтесь повторить получение. Совет. Если хотите попробовать более вкусную еду, то повысите свой уровень исследователя. А-а-а. Это так работает. Чем больше прокачаюсь, тем вкуснее меня будут кормить. Так. Я иду слушать ваш разговор. Это ежедневная миссия, которая осталась еще с того раза. То есть они не меняются каждый день. Почему так? Прислушаться. Голодные исследователи. Где наша еда? Мы тратим здесь время. Нам нужно возвращаться к исследованиям. И правда, меня еще ждет очень отчет о диковине. Мы пытаемся разобраться. Что здесь случилось? Робот для доставки еды опаздывает. Мы ждем его. Уже вечность. Не волнуйся. Сюда придут люди с едой. Никто не уйдет голодным. Одно дело отложить обед, но другое разобраться, что случилось с роботами. Не допустить, чтобы это повторилось снова. Успокойтесь. Мы во всем разберемся. Что случилось с роботами? Роботы умеют готовить. Что случилось с роботами? Мы используем их для доставки еды. Однако недавно они перестали с ней справляться. Раньше с ними все было в порядке. Внезапно они все вышли из строя. Как хорошо, что мне удалось сегодня купить питательный гель. Без него меня бы уже давно настиг голодный обморок. Мне только что пришло сообщение, что привезли еду. Давайте теперь каждый пойдет и возьмет себе что-нибудь поесть. Это не то, что я планировал. А какого хер? Подожди, почему так много миссий? А, что это? Открыть. О, такое мы не сделаем. Так. Смотри. Нет. Миссия. На какую кнопочку миссию нажать? В? Нет. Вот так, короче. Или... Нет, а это карта. Маленький робот для доставки еды сломался, но и следователи отдела обслуживания заняты. Обратитесь к инженеру по тех обслуживанию за консультацией. То есть мы не выполнили ее. Давай переместимся. Навигация. Сюда. Давай. Я думал, просто нужно послушать, и за это нам засчитают ежедневную миссию. То есть вот из себя, что ежедневная миссия представляет. Это просто какой-то именно сюжет. Так, чем он отличается от остальных миссий? Почему он считается ежедневной? Инженер по техническому обслуживанию. Что тебе нужно? Если ты по поводу ремонта, то ставь заявку через терминал. Спросить его о роботах. О, ты о роботах на магнитной подушке. Они-то еще головная боль, если честно. Я хотел разобраться... Разобрать их и посмотреть, что в них не так. Но хорошо, что не сделал. Иначе это аннулировало бы гарантию. Почему ты их не разобрал? Разве ты не инженер? Аннулировала гарантию? Давай вот так. Да, но эти штуки особенные. Ведущий следователь Аста купил роботов на свои собственные деньги. Они изготовлены по индивидуальному заказу и дорого стоят. Будь это обычный гаджет, я бы их уже давно разобрал. Но в руководстве говорится, что... При нарушении целостности устройства гарантийное обслуживание над сервисом Центром Техники Межзвездного Мира не производится. Эти штуки слишком дорогой подарок от ведущего исследователя, поэтому я ни за что не рискну их разбирать. Лучше подождать, пока не появится кто-нибудь из сервиса. Какая здесь громкая музыка, надо потише сделать. Да это же мелочь, Аста не станет возражать. А что тогда делать другим исследователям? Терпеливо продолжать ждать свою еду? Хм, а отдел обслуживания не сможет с этим справиться? Ты прав, посмотри в чем дело. А, посмотрим в чем дело. Поврежден корпус, а значит, что какие-то детали робота могли выпасть. Вот только где они теперь? Может стоит поискать их на их маршруте доставки? Сможешь мне помочь поискать потерянные детали на маршруте роботов? Блин, вот тебе и сюжет. Я уже думал, что пойдем бегать по нашим вот этим делам. Вот так. А почему здесь не отмечается, как миссии вызвать-то одной кнопочкой? По предварительной оценке инженера, причина поломки робота в потере некоторых деталей. Помоги ему собрать детали, чтобы проверить, вернали его догадка. Значит, мы эти миссии ежедневно вообще больше в жизни, блять, брать не будем. Пошли они в жопу. Так, они все на этом этаже, да? Ну давай перейти поближе. Перейти, говорю, поближе. Почему ты не перешел? Так, это нам сюда. Хорошо. Так, так, все, я на месте, я на месте. Собрали. Тебя собрал. Иду за последней. Иду, сейчас возьму, сейчас возьму, сейчас возьму. Взял. Отлично. Отдайте детали инженеру по техническому обслуживанию. Тут, оказывается, еще вот надо все читать. По предварительной оценке инженера, причина поломки робота в потере некоторых деталей. Помогите ему. Ага, все. Нет, отслеживай. Идем. Перейти. Подтвердить. Роборос. Быстренько, давай. Ну, видимо, на этом мы и будем заканчивать в целом. Потом, значит, пойдем к герте. О, ты вернулся. Ну как, удалось найти что-нибудь? Проще простого, обращайся. Да, это подходит к пустующим разъемам в корпусе. А значит, мое предположение оказалось верным. Сейчас же возьмусь за ремонт. Как хорошо, что ты оказался здесь, Гантем. Без тебя я не справился. Так. И че? И че теперь? Че у нас в миссиях? Все, ежедневное задание выполнено. То есть, эти ежедневные, это просто вообще лабуда, которую нет смысла делать. Она просто занимает время. Но они разные, видишь? То есть, если чашелисты, они похожи. То есть, ты их постоянно как бы делаешь-делаешь. И я думаю, что перепроходить, если так можно, виртуальную вселенную тоже она будет повторяться. То ежедневные миссии, они могут быть разнообразные. И их типа интересно посмотреть. Могло бы быть интересно посмотреть. Так, ну в шахту я не вижу смысла идти. Там сейчас будет ролик. Скорее всего. Какой-то сюжет. Виртуальную вселенную проходить долго, насколько я смотрел. То есть, там минут 20, наверное, закладывать или 30. Столько времени уже на серии-то не осталось. Поэтому, поэтому посмотрим по миссии. Так. Вот эти тоже не хочу сейчас выполнять. Даже учитывая, что мы здесь. Потому что... А, все, короче, я решил. Пойдем посмотрим ролик, если он там будет. Чуть-чуть продвинемся по миссии. У нас чуть-чуть времени есть. Ну что, вот это херпами сколько оно будет занимать. По-хорошему их лучше сразу выполнить. Чтобы было красиво, хорошо. Так, отправить большую шахту. Давай, пойдем. Отслеживать. Перейти поближе. Подтвердить. Сейчас мы с ней поговорим. Что-нибудь узнаем. Чтобы что-то происходило. Зеле. О, вы пришли так быстро. Что дикий огонь делает в шахте? Что за неприятности у дикого огня? Давай вот так. Разве я не сказала? Ну и если коротко. Раньше под землей было много шахт. Однако, в последние годы начала распространяться некая коррозия. Известная как фрагментум. Она разрушила многие шахты. Шахта, которую мы сегодня посетим, почти не пострадала. Группа бродяг поселилась здесь после того, как их старую территорию проглотил фрагментум. А вообще, большинство из них вполне порядочные. Но людей много. И нарушители спокойствия всегда придумают, как навредить. Они постоянно крадут вещи у шахтеров и затевают с ними драки. И это не самое худшее. На этот раз все гораздо серьезнее. Вот уже два дня между шахтерами и бродягами вспыхивают большие конфликты. Просто кошмар какой-то. Шахты жизненно важны для нас. Мы должны продолжать поставлять деньги о сущности в надмире и в обмен на припасы. Чтобы урегулировать ситуацию, бригадир Олег привел в шахту дикий огонь. А меня оставило отвечать за безопасность городов. Но ситуация в шахте критическая, и мне нужно им помочь. Кажется, я и не понял. Можно еще раз? Раньше под землей было много шахт. Однако в последние годы начала распространяться некая коррозия, известная как фрагментом. Она разрушила многие шахты. Шахта, которую мы сегодня посетим, почти не пострадала. Группа бродяг посетилась здесь после того, как их старую территорию поклотил фрагментом. А вообще большинство из них вполне порядочные. Но людей много и нарушителям спокойствие всегда придумают, как навредить. Они постоянно крадут вещи у шахтеров и затевают с ними драки. И это не самое худшее. На этот раз все гораздо серьезнее. Вот уже два дня между шахтерами и бродягами вспыхивают большие конфликты. Просто кошмар какой-то. Шахты жизненно важны для нас. Мы должны продолжать поставлять геосущенности в надмире в обмен на припасы. Чтобы урегулировать ситуацию бригадира, Лех привел в шахту дикий огонь. А меня оставил отвечать за безопасность городов. Но ситуация в шахте критическая, и мне нужно им помочь. А нахера? Вообще, для чего? Для чего ты просто все это повторил? Понятно, пошли. А ты как встретишься с бригадиром? Он решит, что с тобой делать. Отлично. Я давно хотела встретиться с лидером подземья. Ну ладно, совсем скоро ты встретишься с реальностью. Окей, пойдем. Хоть посмотрим карту. Марти, разве это не девушка-врач? Что Наташа здесь делает? Видимо, все хуже, чем я думала. Все, закончили? О, тут тоже карта большая. О-о-о-о! Эпиля, сейчас начнется ролик. Мы только подойдем, начнется ролик. Я тебе отвечаю. Мы только подойдем. И они начнут нам что-то рассказывать, что-то... Эй, ты куда? Да, нельзя вот так взять и сбежать. Сначала закончи разговор с Наташей. О чем я тебе и говорил. Ну давай посмотрим ролики, чё? Тоже неплохо. Наташа, вот уже не думала тебя здесь встретить. Где Олег? Привет, Зеле и гости Сампо. Похоже, вы уже познакомились. Олега я тоже не видела. Шахтеры сказали, что он повел группу дальше. Эти люди. Что ты здесь делаешь? И они очень хорошо себя чувствуют. Давай эти люди. Шахтеры члены их семей. Они требуют объяснений от зачинщиков. Впереди находится жилище бродяг, но они запечатали вход. Думаю, боятся, что разгневанные шахтеры попытаются отомстить. Говорят, что многие были ранены, поэтому я бросилась на помощь. Как до такого дошло? Говорят, что первая шахтерская бригада обнаружила жилу геосущностей с невероятными отложениями. По первоначальным оценкам, это крупнейшее открытие за последние 30 лет. Серьезно? Вот это новости. Почему я раньше об этом не слышала? Но они не спешили об этом сообщать. Большая часть шахт заражена фрагментом, а многие остались без работы. Если бы расползли слухи, сбежалась бы куча народа. Но у здешних бродяг глазозорки от них это не ускользнуло. Некоторые местные головорезы хотели нажиться на ситуации, поэтому они шантажировали шахтерскую бригаду, чтобы получить деньги за молчание. И это стало последней каплей. Таковаться на сохранении тайны. Жила должна принадлежать тем, кто ее обнаружил. Давай вот так. Там что-то тайна. Я могу это понять, но под землей настали тяжелые времена. И вот так началось столкновение. Теперь с обеих сторон огромные потери. Так вы здесь, чтобы помочь разрешить конфликт? Они здесь, потому что им нужна помощь бригадира Олега, а я их сопровождаю. Но раз вам так нужна помощь, так нужна помощь, что вы сами не откажетесь ее оказать, верно? Конечно мы поможем. Вообще-то мы тоже переживаем за людей. Мы здесь как раз, чтобы помочь. Звучит как честный обмен. Не заинтересован, прости. Нет, мы здесь как раз, чтобы помочь. Я вообще тут главный, видишь, почему-то. О, очень мило с твоей стороны. Кажется, мы имеем дело с добрыми людьми, Зелия. Как видите, ситуация здесь напряженная. Если вы можете помочь людям, мы будем очень признательны. Опа, новая функция, реликвии. Дает владельцу дополнительные характеристики, при полном комплекте дает дополнительное усиление. Вот, надо было накупать этих ковбойских шляп. Откройте меню персонажа, чтобы увидеть информацию о реликвиях. Окей. Зайдите в меню реликвии. Откройте меню экипировки реликвии. Выберите реликвию. А, у меня я купил шляпу, я успел купить шляпу. Реликвии дают персонажам усиление характеристик. Экипируйте реликвию. Экипируйте, да. Переключитесь на отдел руки. Выберите реликвию для рук. Соберите набор реликвии, чтобы активировать мощные эффекты набора. Ага, так, 2 повышать силу атаки. А, 4 повышать скорость владельца на 6%. Также повышает урон в атаке. Окей. Экипируйте. Экипируйте. А почему мы это все на нее надеваем? Объясните. Я, например... Я, например, может быть... А, а есть вообще разница для кого это? То есть все по нулям. Не, а можно снять. Убрать. Убрать. Не-не, убрать. Где ганты? Вот так. Что делать? Повышать защиту. Повышать силу атаки. Нет, вот давай шляпу экипировать. Усилить. Что подразумевается под усилением? А, то есть тот шмот, который у нас есть. Окей. Значит, мы берем еще вот это. Силу атаки усилить. Ой, не-не-не-не-не. Экипировать. Тут мы еще не купили, поэтому мы экипируем вот это. Поэтому мы экипируем вот это. А, ну смотри, полный комплект нужен. То есть вот это мне даст повышать урон поглощаемый. Блин. Давай. Сменим. А, это для всех. То есть это вот 4 штуки. Подожди, я не понимаю. Если я 2 надеваю на себя, то у меня повышает защита на 15. А потом повышает урон поглощаемый создан владельцем щитом. Ну так. Я не могу делать щиты. Поэтому я беру вот это. И повышаем силу атаки себе пока на 12. Все правильно? Все правильно. значит берем вот это вот это экипировать экипировать все и пока у нас вот это есть а у нас и то два и то два ну вот неплохо это что все время не ждет мой друг хорошо это все после этого будет доступно а вам пока ребят ничего остальным нет все у нас гантэ полу рыцарь полу ковбой так реликвии пещерные реликвии пещерные реликвии это призрачное снаряжение которое было сохранено его создана фрагментом они могут улучшить характеристики персонажей дать дополнительное усиление при экипировке полного комплекта у вас еще и шанс у вас есть шанс получить пещерные реликвии во время своих первопроходческих экспедиций вы также можете пройти испытания пещеры коррозии чтобы повысить шансы на получение пещерных реликвий окей спасибо так и что у нас получается то есть номер виртуальной 7 номер виртуальной вселенной это что большая шахта это нам тоже сейчас не нужно карта звездного пути а это просто карта так она нам не нужно что вы здесь семья звездного экспресса нашел странные штуки а это их не купил это они у меня были реликвии 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 это реликвии спасибо вот прям мысли мы читаешь ну и что такое реликвия эта комбинация потоков данных потоков данных которая по общему мнению связана со столороном и влиянием фрагментума подвергнувшиеся коррозия фрагментума объекты данные о которых сохранены им и затем реконструированные и есть реликвии спасибо так что за реликвия так много сегодня переписок обратить герти она эксперт в области исследования реликвий до помощи от вас как от козла молока конечно на самом деле если честно так мы их нам далеко там вообще бежать недалеко но это мы видимо будем идти это что чашелист золотой у нас будет новый чашелист скоро у нас будет новый чашелист я его пройду но возможно без поддержки потому что никто не хочет оставлять свои ники в вк у меня в обсуждениях так я вам смогу слушать на этом и короче тут и остановимся как раз этих пещер этого поднимите повыше было красиво вот так да вот прям здоровые пещеры а графончик вообще у меня огонь смотри получается следующий раз мы если там нужно будет пройти испытания мы какие-то пройдем какие-то если будут повторяться мы их пропустим как это было сегодня пройдем получается герту и и этот виртуальную вселенную виртуальную вселенную мы ее пройдем и вот эти миссии компаньон это все потом виртуальная вселенная нужно чтобы у нас что-то продолжилось то есть ее нужно пройти там же дают всякие бонусы понимаешь там дают всякие бонусы вот такие где они где они где вот вот здесь вот там видишь всяк вся всякой дают всякой дают я так понимаю что можно перепроходить 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 поэтому мы это все будем стараться сделать следующей серии то есть пройдем герту побежим к ней а после этого мы пойдем уже по сюжету то есть в целом планы на следующую серию нормальный и как раз можно посмотреть еще вселенская равновесие там еще недоступно мы не умеем прощаться нужно сделать миссию то есть это нужно прям сюжет на ерила вот здесь пройти какой-то здесь вот еще не открыто она тоже мы не умеем прощаться то есть как раз я так понимаю что после ерила после того как получим 21 уровень освоения мы вот это все будем да видишь опять мы не умеем прощаться мы не умеем прощаться мы не умеем прощаться мы не умеем прощаться все зависит от вот этой миссии потому что не получим 21 уровень освоения и нам все абсолютно откроется Видишь, тут вообще-то никаких миссий Тут прям идет Сюжет, сюжет, сюжет Поэтому сейчас напоследок Просто прочитаем, что у нас за миссия Что он будет сделать и Закончим Пока вы продвигаетесь вглубь шахты, все время слышите крики вдалеке Очевидно, что дела совсем плохи, нужно помочь шахтерам Которые встречаются по пути Однако вы по какой-то причине слышите чей-то храп Может ли быть, что после нескольких дней пути Ваш разум начал шутить над вами Да ну нет Вот так получается Надеюсь тебе понравилось это видео Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий Делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Скоро увидимся, всего